здравствуйте дорогие зрители первого еврейского телеканала шалом я владимир архиерейский и вся наша телевизионная бригада вас приветствую и поздравляем с первым апрельским выпуском нашей еженедельной итоговой программы община вот здесь я хочу подчеркнуть не первоапрельским хотя да сегодня 1 апреля и день смеха но первым выпуском весеннем месяце апреля и так это наша еженедельная итоговая программа община апрель или ниссан по еврейскому календарю месяц самого главного еврейского праздника праздника песок праздника весны и свободы как называет его народ а еще апрель месяц памятных и скорбных дат эти даты связанные с катастрофой и героизмом евреев европы и северной африки во время второй мировой войны а также вспоминавением всех павших воинах израиля и в результате террористических актов об этих радостных и горестных событиях мы поговорим в следующих выпусках нашей программы община ну а сейчас я предлагаю поговорить о насущном о том чем жили еврейские общины россии и мира на прошедшей неделе два новых важных объекта появились на прошлой неделе на карте еврейских общин и один из них это новая синагога в брянске мечта о которой говорил раввин брянской и брянской области менахем ментал заклас стала явью 26 марта 2023 года но этому предшествовали 14 лет большой работы и 132 года долгой и полный драматизма истории брянская синагога о ильяков была построена в 1891 году к тому времени в городе проживало 172 еврейские семьи главы которых были приписаны к мещанскому сословию среди брянских евреев преобладали портные сапожники часовщики ювелиры медники но были и врачи инженеры купцы и торговцы в 80-х годах девятнадцатого века в городе был большой еврейский квартал в последнем десятилетии позапрошлого века когда в городе насчитывалось уже более тысячи евреев было получено разрешение на строительство синагоги с религиозной школой и учебным заведением для взрослых на собранные общины деньги и пожертвования богатых евреев брянска была построена большая синагога но судьба ее оказалась не слишком долгой в 30-е годы легальная деятельность еврейской общины была прекращена здание синагоги было передано под клуб швейной фабрики имени сталина а затем в нем располагались различные профсоюзные организации 6 октября 1941 года по 17 сентября 43 брянск и соседняя бежица были оккупированы гитлеровцами и все евреи были уничтожены всего погибли 1209 человек после войны еврейское население брянска составляли молодые специалисты приехавшие из москвы и других городов советского союза восстанавливать разрушенный город и заводы возрождение еврейской жизни в брянске пришлось на начало 90-х годов прошлого столетия был создан еврейский центр информации и просвещения открыты воскресные школы начал работать еврейский городской лекторий в 2009 году историческое здание синагоги на улице пионерской выкупила брянская еврейская община реставрация и переустройство заняли почти полтора десятка лет но восстановили синагогу на совесть и сделали даже больше чем планировалось вместе с синагогой в едином комплексе будут школа и детский сад теперь у брянской еврейской общины второй по величине и активности в центральном федеральном округе есть свой собственный духовный и общинный центр чем уже можно поздравить брянских евреев в том что в брянске как и во многих других городах россии синагоги и еврейские общинные центры стали возрождаться в своих исторических зданиях есть какая-то высокая преемственность если хотите воздание долго своим предкам и общине в целом но есть на этой неделе и другие примеры их символичность просто поражает вот один из них правительство италии дало разрешение на организацию в риме музея холокоста в итальянской столице во время второй мировой войны были схвачены и отправлены в концентрационные лагеря около 2000 евреев только за один день 16 октября 43 года немецкие войска при поддержке фашистских властей италии совершили рейд в римское гетто схватив а затем депортировав около тысячи евреев последующие облавы распространились еще на 800 евреев и почти все они были уничтожены в концентрационном лагере освенцем всего из северной и центральной италии было депортировано почти 7000 евреев и около 6000 из них позднее были убиты и вот спустя ровно 80 лет дан зеленый свет музею холокоста в риме яркая символичность этого акта состоит в том что построят музей холокоста на бывшей римской вилле диктатора муссолини здание музея еврейской катастрофы будет возведено на территории прилегающий комплексу зданий к парку вилла тарлоне где находилась резиденция дуча лидера национальной фашистской партии бенито муссолини министерство культуры италии и муниципалитет рима выделяют на создание музея 10 миллионов евро свою долю внесет и еврейская община италии строительство должно быть завершено через три года порадовала минувшая неделя и важными историческими находками на постсоветской территории они тоже относятся к еврейской истории известных мест и ярко отражают прошлое настоящее и будущее общин житель молдавского села сгурица некогда знаменитого еврейского сельскохозяйственного поселения нашел в разрушенном ветхом доме старинную копилку с надписью на иврите проверка показала что речь идет о копилке с надписью тель хай которые относятся к двадцатым годам прошлого века и копилки раздавались для сбора пожертвований на выкуп земель в эрец израэль и строительство первых поселений сборы проводил уже существовавший тогда еврейский национальный фонд керен каемет ле сраэль находка в молдове оказалась вдвойне символичной надпись на копилке тель хай говорит евреям о многом это название поселка верхней галилеи ныне находящегося на севере израиля близ границы с ливаном недалеко от кириад шманы тель хай в переводе с иврита это холм жизни там в 1920 году прошло сражение которое стало символом борьбы еврейских первопоселенцев в том бою погибли добровольцы под предводительством офицера российской армии героя порт артура полного георгиевского кавалера и создателя первых еврейских отрядов самообороны в палестине иосифа трумпельдора последними словами российского еврейского героя были хорошо умереть за родину иосиф трумпельдор похоронен близ тель хая на его могиле сооружен памятник рычащий лев как послание времени воспринял находку с гурицы председатель израильского союза ветеранов второй мировой войны кавалер ордена славы 3 степени авраам гринзайт 97-летний глава израильского фронтового братства сам родом из гурицы в июле 41 после оккупации с гурицы румынскими войсками все еврейское население было депортировано в транснистрию где почти все они были убиты погибла и вся семья фронтового разведчика гринзайда авраам вспомнил что такие копилки как то что нашел его земляк на прошлой неделе были во всех еврейских домах родного местечка и их содержимое каждые три месяца передавалась в еврейский фонд можно сказать что находка взгурица это свидетельство о еврейской общине который уже нет отныне голубиная копилка из молдовы займет свое место среди таких же артефактов собранных по всей европе и хранящихся в еврейском национальном фонде керенка е метле израиль историю еврейских общин изучают и в далекой северной африке последнее из важнейших находок недели подземное хранилище гениза в древней синагоге оазиса акка на юге марокко шестеро исследователей из марокко франции и израиля обнаружили фрагменты религиозного текста на древнееврейском языке в руинах синагоги еврейского квартала деревни тагадирт в пятистах километрах от рабата столицы современного марокко эта находка чрезвычайно важна потому что от богатого наследия оставленного почти полумиллионной еврейской общиной марокко осталось мало документов сегодня в стране живут не более двух тысяч евреев они составляют местную религиозную общину сотни тысяч выходцев из еврейской общины марокко и их потомки живут сегодня в израиле франции германии сша и канаде археологи называют развалины синагоги в оазисе акка настоящим кладом именно здесь они нашли захороненные по традиции предметы в том числе фрагменты рукописных святых книг кроме того среди еврейских артефактов оазиса попадались коммерческие контракты и свидетельства о браке амулеты домашняя утварь и монеты находки последних месяцев и недель дополняют общую картину духовной и повседневной жизни некогда огромной общины сефардских евреев марокко а мы вернемся из далекой африки в российскую столицу в москву которая готовится встретить праздник песок до его наступления еще целая неделя но еврейский музей и центр толерантности в мариной роще уже открыл очень важную выставку в преддверии праздника в библиотеке семьи шнерсон еврейском музее и центре толерантности проходит выставка пасхальный агадот из коллекции шнерсона посвященная главной книге праздника песок об этом сообщалось на сайте музея выставка будет открыта до 1 июня в экспозиции представлены четыре издания пасхальной агады 18 20 веков из собрания династии шнерсон отпечатанные в амстердаме в пизе в варшаве и в меце они дополнены образцами иллюстрации и комментариями в отличие от большинства других еврейских книг пасхальную а году украшали иллюстрациями чтобы сделать рассказ интереснее и привлечь внимание детей установилась и определенная традиция их иллюстрирования как правило агада начинается с изображения основных пасхальных ритуалов и событий исхода а завершается иллюстрации храма символа наступления эпохи мессии сообщила пресс-служба музея как можно преподать урок антисемиту оскорбляющему память твоего народа наверное есть разные способы сделать это но вот какой способ выбрал боец смешанных единоборств рафаэль аронов а его поступки в очень интересном сюжете который обошел множество мировых сми израильский боец смешанных единоборств арфаэль аронов известные на ринге как коп действительно служит полицейским в израильском городе бер шева терпения и выдержки этому еврейскому парню не занимать но и его могли вывести из себя выходки его будущего соперника на мировом ринге бойца из казахстана ильяса садыкова у бойцов мм и вообще-то принято в преддверии боя обмениваться угрозами чтобы устрашить соперника чаще всего это носит характер некого спектакля предназначенного для болельщиков однако казахстанец вышел за пределы этого жанра и адресовал рафаэлю аронову грязные антисемитские сообщения накануне поединка в частности прислал ему фотографию гитлера сообщением я сожгу тебя как этот парень он также издевательски интересовался нравится ли еврею аронову немецкая музыка намекая на ту что звучало в нацистских концлагерях а потом и вовсе перешел на грубую брань который сдабривал свои антисемитские выплески рафаэль аронов родственники которого пережили холокост предпочел не реагировать на полученные угрозы а вместо этого сделал их скриншоты и поделился ими с новостным каналом я решил промолчать и ответить своему противнику на арене сказал спортсмен пообещав что сделает свою победу двойной над соперником и над юдафобом бой длился около пяти минут начало его было неблагоприятным для аронова но боец быстро восстановился сумел сбить соперника с ног и победить его нокаутом в результате рафаэль аронов выиграл чемпионат мира по боевым искусствам в полусреднем весе и завоевал свой первый чемпионский пояс после победы аронов пожал садыкову руку и позже в соцсетях пояснил свой поступок для меня всегда важно и в победе и в поражении быть спортсменом однако его противник не проявил подобного благородства садыков обвинил соцсетях рефери и судей во влиянии на исход боя и потребовал проведения матча реванша в казахстане израильский флаг который показал сопернику полицейские из бэр шевы и выходец из семьи репатриантов из бывшего ссср рафаэль аронов можно считать еще одним ответом побежденному ильясу садыкову кстати еще один еврейский спортсмен тоже боец смешанных единоборств натан леви также в свое время выступил против антисемитских высказываний американского рэпера канью уэста натан написал заокеанской знаменитости братан если у тебя есть проблемы со мной или с моими сородичами то я на ринге всегда к твоим услугам вряд ли конечно канью уэст внял слова маститого бойца но в последнее время в его отношении к евреям действительно что-то изменилось а вот в чем причина сейчас узнаем популярный рэпер канью уэст известный также под псевдонимом е был в октябре прошлого года заблокирован в социальных сетях за антисемитские выпады напомним что зарабатывать статус антисемита года к не начал еще в октябре 22 когда написал в соцсетях что выспится и включить смертельный режим третьего уровня против еврейского народа он также неоднократно публично высказывался в защиту адольфа гитлера и отрицал холокост в вследствие всего этого бывший муж ким кардашьян а также поиздержавшийся миллионер потерял доступ к своим учетным записям в соцсетях сделкам с брендами и лишился половины состояния канью уэста повсюду забанили из-за его бесконечных и возмутительных антисемитских террат несколько компаний включая adidas ag расторгли свои контракты с уэстом после его комментариев антидеформационная лига даже заявила что экстремистские группировки использовали высказывания уэста в своей пропаганде но то ли рэпер осознал что был неправ то ли подсчет убытков сделал свое дело но сразу же после восстановления своего аккаунта на прошлой неделе уэст признался всем 18 миллионам подписчиков что он снова любит евреев и произошла эта перемена дескать после просмотра комедии матча и боттон с джона хиллом и ченнингом татумом комедия снята по мотивам почти бесконечного американского телесериала jump street 21 за три с половиной десятилетия в нем снялись сотни актеров приняли участие многие деятели кино но кани уэста почему-то пронял джона хилл настоящая фамилия которого фельдштейн еще более странно выглядит то что на рэпера уэста оказал влияние именно фильм jump street 21 а скажем не свежее кино под названием вы люди где хилл выступил сценаристом и действительно сыграл комика еврея которые влюбляются в чернокожую мусульманку из семьи последователей воинствующего антисемита и исламиста луиса фарахана так или иначе но свое перерождение канью уэст сопроводил следующим комментариям просмотр фильма матча и боттон с джон и хиллом заставил меня снова полюбить еврейский народ никто не должен принимать гнев против одного или двух людей и превращать его в ненависть к миллионам невинных ни один христианин не может быть назван антисемитом зная что иисус еврей спасибо джона хилл я люблю тебя написал е пост кэнни уэста собрал более 90 тысяч комментариев и мнения комментаторов разделились одни уверовали в волшебную силу искусства образумившегося рэпера другие не поверили ему ни на грош почувствовав подвох и троллинг третьи посмеялись над уэстом и его просветлением вызванном потери доходов а некоторые посоветовали уэсту посмотреть теперь уже и список шиндлера кто из них прав покажет время и аккаунт метущегося исполнителя рэпа ну что ж мы а точнее братья андрей и кирилл эйхус и отправляемся в воронеж в воронежскую еврейскую общину ее сокращенное название наполнено глубинным смыслом веро веро объединяет не только религиозных но и светских евреев воронежа и области она начала действовать в 1990 году после многих драматических и даже трагических десятилетий которые ей пришлось пережить братья эйхусы побывали в исторической синагоге воронежа которая является уникальным памятником архитектуры начала 20 века реконструкция здания продолжается итак внимание на экраны когда евреи появились в воронеже до середины 19 века евреи в воронеже не было вообще воронеж не входил в черту оседлости первые евреи которые там появились это евреи кантонисты из царской армии потом они начали потихонечку расселяться и к началу 20 века евреев уже было достаточно и обычные ремесленники скинулись и построили в воронеже шикарную синагогу в мавританском стиле кстати она сейчас это синагога одна из самых старейших в россии и что примечательно буквально в 150 километрах от воронежа в воронежской области есть два села ильинка и высокий и вот еще в средние века это 15 16 век там поселились так называемые жидовствующие которые называли жидовствующими то есть это люди после раскола русской православной церкви ушли в изучение ветхого завета то есть рпц раскололась на старая обрядцев старали остались кто в старом обряде да те люди которые немножко отошли в так называемый католицизм по сути это то что сейчас представляет из себя русская православная пациента до рпц и и и вот так называемые жидовствующие люди которые вернулись к ветхому завету а что такое ветхий завет это тора начали изучать тору начали изучать талмуд соблюдать заповеди соблюдать шаббат и так далее их называли и называют а субботники шабатники или жидовствующие многие из них потом уехали в израиль или в германию в одном селе по моему осталось три семья в другом около ста но люди эти живут там до сих пор да и свою историю могут проследить назад аж со средних веков это потрясающе там есть раввин там есть синагога почитают тору и соблюдают шаббат но мы сейчас в ту которую построили ремесленники это очень интересно но чем отличается региональный перрон от столичного гораздо ниже и неплохо знаешь сколько времени выбивали разрешение на строительство синагоги три года ездили в санкт-петербург и знаешь что дал это разрешение лестница знаешь за сколько ее построили всего за год деньги жгли карманы все было к этому готово и через год после начала строительства здесь уже была первая служба а знаешь кто получил бумагу да такую бумагу которой было написано что это синагога вот это здание принадлежит общине тотально бесповоротные навсегда но это было уже в наше время габай общины он бегал по всем кабинетам отбивал тороги принес бумагу положил на стол и после этого началась вот эта глобальная реконструкция глобальный ремонт и доведена синагога до такого состояния которая которая сейчас красота уюта комфорт у этой синагоги очень непростая судьба в тридцать восьмом году ее отобрали у тех людей которые ее построили лично на свои средства практически 50 лет ее уничтожали здесь какой-то склад тканей был здесь был клуб здесь было невесть что текстильный магазин и только через 50 лет ее удалось опять евреем местной общины взять свои руки и воссоздавать перестраивать все-все-все по крупицам делать заново на жду до идем говорят что это одна из лучших синагог в россии аран давид здравствуйте здравствуйте много вас наслышаны я эзра да я андрей это семён захара джигаба и нашей синагоги как добрались великолепно слушайте но мы подпечатку и подпечатлением мы старались старались не только для вас старались и для дни . особенно то что находится с фасадной части это конечно потрясает воображение ну да вот взять бы поднять и поставить где-то высоко высоко что вы видели все так нет дело в том что когда планировалось постройка данного здания то есть это место выбиралось она была самая высшая точка то есть если посмотреть вот есть фотография старая репродукция взгляд как бы фотографии снизу с реки с водоема то есть это было самое высокое здание ну естественно теперь уже вокруг построили новострой и наше здание сколько 18 по моему метров там в коньке то есть естественно уже не самый высок а у вас при входе висит памятная доска герман хан принял участие и вы посвятили эту синагогу назвали в честь его бабушки да как бы в реконструкции данной синагоги участвовало много организаций как бы евреев то есть и основную часть пожертвования на реконструкцию как раз было через альфа-групп то есть это герман хан основную машину фридман да но именно герман хан как бы он был у нас гостях до того как было как бы на 4 к реконструкция и как бы его основная часть была ему в благодарность общему решению общины как бы назвали синагогу в честь бабушки у бабушки девичьей фамилии фридман это случайно с михаилом фридман я не спрашивал я у него не спрашивал появляется ли они родственниками но у евреев все не случайно не она наверное может быть не случайно но хотя фридман это очень распространенная средяшкина фамилия я думаю что может быть покажите да конечно у вас здесь пожалуйста поделить давайте начнем по порядку здесь у нас как раз вот представлена доски где высеченные имена тех евреев которые участвовали в пожертвовании для восстановления естественно первым стоит герман варисович хан х сигарда швейдиш герман разбил захарья и бербрая ялашвили а кокуш краков петренко слуцкий стефанов бегун да 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 дальше здесь вот все пошло эти доски то есть конечно список гораздо больше ну это вот то что как бы и до благотворительный фонд рэк участвовал ну то есть герман к альфа групп они именно через благотворительный фонд рэк финансирование когда осуществляли вот джоин тоже принимал участие изначально когда ну передавали нам это здание в пользование сначала там 50 лет то есть было очень плачевное состояние с кровлей и вот первые деньги которые там более-менее это еще джоинт организации давала там удалось немножко подремонтировать крышу когда был закончен ремонт ремонт но как ремонт как обычно закончить можно остановить потому что сейчас еще приходится что-то подделывать как бы дальше продолжать ну ленточку резали в четырнадцатом году такое впечатление что отсюда только только вышли рабочие но поддерживаем состояние стараемся а давайте начнем с маленького зала и я уже заметил какое внимание к детали говорит о многом на на двери вот эти вот из бронзы или из латуни маленькие знать ким моген-давид да у нас работала именно группа из наших прихожан этот швебеш любая сайла то есть у них образование одно архитектурное было там она тоже имеет отношение дожник то есть все это кропотливо прорабатывалось то есть вот мебель и все элементы декодера вот медальон это вот вверху это все прорисовывалось очень тщательно обсуждалось переделывалась у нас вот как бы поэтапно да то есть состоялось открытие синагоги потом мы заказали мебель мебель мы заказывали в москве она изготовлена она изготовлена из дуба это сусальное золото то есть это рон кодыш бима и амут и как бы следующим этапом мы уже здесь в воронеже вот сейчас изготавливаем вот эти кресла то есть еще не полный комплект час не везут мы уберем парты те которые вот очень красивые как бы не сильно здесь к месту то есть у нас здесь будет полностью в ряды закончены парт вот этих и следующий как раз этап у нас большой проект из данного большого окна на даром кодышам его украсить витражом то есть макет уже разработан на вот нара он лежит есть вот там можно посмотреть и уже закупленные материалы тоже в работе то есть мы надеемся барахашин если все будет нормально то к концу лета у нас появится красота с таким подходом как у вас тысячи процентов что все будет нормально можно надеемся посмотрите посмотрите какая архитектура по обычной колонны я первый раз вижу такую красоту и причем это не внешние колонны это внутренняя могли бы сделать просто квадрат нет это историческое мы все по фотографиям делали то есть у нас есть репродукция то есть это все это лепнина то есть ну все восстанавливалось больше того это же здание как бы архитектурное и наследие культурное то есть она входит в объект и ежегодно комиссия приходит смотрит что мы тут делаем завидуют завидуют они еще скорпулеза смотрят а вдруг мы тут чего-то тут наделали такого что не должно быть пара что не было в проекте то есть были такие случаи что они как бы говорили что ничего изменять нельзя то есть очень сложно было реконструировать как бы нельзя было отступать на шах очень интересная деталь пол абсолютно везде из натурального камня по моему это гранит да да совершенно верно везде ни одно ни одного фрагмента плитки не керамогранит настоящий природный камень да все это как раз вот сделано под и рисолинский камень то есть под стену плача все сделано именно так то есть это декоративная такая вот вещь мы специально разрабатывали специально заказывали то есть на той стороне это тоже то есть кстати миноры это тоже ручной работы сделаны здесь то есть это кропотливо сделано глиняная обожгли вот это все и собрали именно на стенке уникальная вещь батареи обратите внимание итальянские батареи то есть мы их специально заказывали вот именно в таком стиле ну здесь если смотреть справа налево то есть правая тора это который подарил рек и российский еврейский конгресс это ментора которая восстановлена и подаренная на открытие сыновой то есть следующая тора это как раз горские евреи нам дарили перед открытием тоже эти две туры наши старые то есть которые здесь уже были то есть они как бы наших прихожан но такая же основе так нельзя говорить но какая ваша любимая у нас есть тур которая повседневная то есть у нас меня мы стараемся собирать каждый день даже в пандемию мы как бы там в чате как бы делали опрос если меня собирается там как бы давали команду и собирались вот эта тура она самая легкая которая маленькая вторая горская до горская да она такая типа походный то есть и как бы вот мы ее на каждый день как бы пользу она новая то есть более-менее ну сейчас немножко уже там приходит там какие-то элементы снашиваются ну мы уже я закупился восстанавливаем ну дело в том что они все туры как бы ну может быть семен захарыч вы скажете то есть они сейчас смотрим как бы по в тех местах стоят по использованию то есть если это тора стоит на недель на голове то вот правая тора у нас стоит сейчас читаем 3 свитку вынимаем 20 то есть одна на рашкодыше другая там на пинхасе стоит чтобы глава пинхас да но чтобы меньше мотать то есть шаббат три свитка бывает шаббат мафтер и автору нет 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 это совсем другое нет это совсем другая например вынимаем свитка читаем шаббатный шаббат главу на недель на недельную главу и читаем по второму свитку читаем главу отрывок злой пара таким образом а мафтер и автору это по книгам книга да у нас специально есть книга да для авторы именно такая большая подарочная которую нам тоже подарили скираура можно подержать так мы читаем следит тут согласовками если вдруг кантор ошибся то его поправляем шаббат будет ловаться красота то есть вы дублируете на всякий есть есть до следящий который подсказывает если человек ошибается проверяет совершенно верно совершенно верно интонацию показывает где остановиться а у вас от филины с петелькой или с узелком вообще нет ну во первых не у всех одинаков кто какой приобрел вот например то есть в основном такие усилия показываете да вы не разматывайте просто покажите узелочками интересно это это ручная да понятно но это как в хабаде это это именно да это хаббатский а вот если литваков да да ашкинашки нас такой нет сейчас другой покажу то есть тут как бы есть общественные тфилины там как бы штучек наверное штук 5 общественные тфилины которые сейчас закреплены и за членами меня на как бы постоянными заводится каждый или нет ну в основном у нас хватает филинов что у каждого свой то есть если вдруг у кого-то там нету ну это не постоянный член меня на то есть у всех членов меня на свои тфилины аранда это расскажите пожалуйста про этот зал что прозвал да кстати дустро тоже местные ручной работы это бронза как бы и вот все элементы те которые тоже по стенкам то есть сделано одним мастером как бы вармежа ага ну люстра огромные как в большом театре а как идея возникла сделать именно вот такой в такой геометрии пропорции мы старались как бы все это восстановить по фотографии как бы у нас есть фотографии малинного зала ну люстру конечно там в один в один не сделаешь но она была большая была большая примерно ну да да немножко чуть-чуть другая там ну я потом покажу в музее но во всяком случае мы старались чтобы она и во первых давала освещение нормальные хорошие все-таки зал большой и осветить как бы тем более сейчас энергосберегающими лампами не так все просто да поэтому как бы все это рассчитывалось количество лампочек то есть до этого как бы там вот такая конструкция как бы была наиболее удобней кто сидит на первом ряду и где ваше место где ваше место ну здесь дело в том что места пока там некоторые уже выкупленные места то есть есть люди которые еще там на ранних стадиях пока не было вообще даже и договора на изготовление кресел то есть некоторые люди уже участвовали и давали деньги и мы примерно уже определяли где чье место будет естественно первые места мы как бы там определили что это те кто участвовал как бы реконструкцию да наверное хотят принести еще финансовые средства пока нету закрепленных пока нету закрепленных то есть это мы сейчас когда сделаем полностью будет весь комплект у нас есть карта купленных мест и мы тогда сделаем таблички и как бы уже определим каждое место я пока сейчас не буду говорить потому что это очень сложно очень сложный процесс где вы сидите я временно сижу вот ну как не то что временно но вот второй ряд ну на первом не сильно удобно вот вот это мое место габая место вот он выбрал там на пятом наряду дело в том что мы с габаем мы не сидим на место не нужно мы всегда стоим за бимой то есть мы все всегда стоим за бимой или на амуде то есть нам не часто удается сидеть к сожалению или к радости хумаш сидур филе все что нужно да это там у меня вот там например уроки еще мы подписано нам присылают сейчас же у нас раввина нету и как бы уроки туры или там какие-то уроки то есть мы мы арабин цель мендер вот присылает нам индивидуально на площадь такие уроки еженедельные и мы кого-нибудь из меня на как бы он это прочтет как бы вот в шаббат за столом уже и мы обсуждаем по возможности как мы это понимаем мы краву бет солей на мандейлу поедем понедельник но эфир будет уже после передавайте ему большое спасибо большой привет у вас очень хорошо поддерживает как бы нам это очень не хватает вот период обрати внимание это петли просто обычные петли казалось это не обычные петли это петли сделанные вручную здесь да вручную бронза да можно было бы сделать обычные дверные но вот эти вещи говорят о многом когда ты видишь вот такой подход даже к петлям понятно что все остальное будет а это сусальное золото нет это не сусальное золото это уже ну как бы это лак сусальное золото здесь это сусальное золото да это сусальное золото это золото в прямом смысле слова это не шутка это не слово сусальное пускай никого не не вводит в заблуждение. Это к социальному отношению. И к Сайкову тоже. Это тонкие пластинки, которые наклеиваются. И это тоже все социальное золото. Аран Давид, ну Габай у вас очень серьезно. Он еще ни разу не улыбнулся за все время. Ну Габай такой должен быть. Да, конечно. Вот. То есть здесь тоже вот эта вот латунь, порожки сделаны. Все петли вот здесь тоже латунь. Рояльная петля на чем? Тоже латунь. То есть вот как бы это тоже латунь. Хотя даже и не видно. Да. То есть и как бы элементы крепления тоже все латунь. Это шафар. Тоже рек на открытие нам подарил. То есть как раз табличка в честь открытия. Дар Воронежской синагоги. Это рек в честь Мирабаба М.Л. Явашвили. Горамус 2014 год. То есть вот это наш шафар, который мы трубим. А вот за те 50 лет, когда эта община была не в ваших руках, не в ваших, имеется в виду, не в вашей замечательной Воронежской общине. Что с этим зданием стало? Что с ним вообще делали? Ну, смотрите. Как бы надо понимать историю там как бы Воронежской губернии еврейства, Воронежской губернии. Так как мы были не в черте, а в оседлости. То есть основная масса, как бы, ну не масса, евреи сюда приезжали только могли селиться сначала по высочайшему указу. То есть это копцы первой гильдии либо специфических профессий каких-то там медики. То есть вот есть резчики печати, типографию там как бы вот создавали. То есть уникальных профессий. Ну и как раз в конце в 19 веке здесь был расквартирован полк кантонистов. Это те евреи, которые отслужили царской армии 25 лет. То есть это как раз была компания войны с Польшей. И здесь как бы они закончили свою службу. И как бы вот еще большого количества евреев именно. То есть кантонисты состояли, ну как бы набирались из еврейской среды. То есть это мальчики, которые там брали 10-12 лет, их обучали, они потом служили в царской армии. То есть их насильно крестили. Ну все равно как бы расповедание их они там сохранили. И после выхода как бы там сюда окончания службы они... То есть сначала здесь был малинный сазадский дом. Вот потом в историческом моменте был дом какого-то там купца был куплен, там тоже был малинный дом. Ну пока вот не созрело общество как бы чтобы здесь построить синагогу. То есть это как раз в 1897 годах примерно были как бы уже собрались количество какой-то людей, которые там просили, писали прошения и ездили в Петербург на тот момент, чтобы выделили как бы там дали разрешение на постройку, земля была здесь уже выкуплена, здесь было какое-то там здание, но не здание, а там какая-то была постройка, то есть землю выкупили и разрешение долго не могли получить, и только разрешение дали в 1901 году. А в 1938 году отняли? то есть в 1901 году дали разрешение, стройку сразу начали, в следующем году уже возвели стены и крышу, и внутреннее убранство там какое-то уже тоже начинали, и в третьем году уже было первое служение, первое служение нарушено, то есть состоялось, и потом уже в 1937 году после революции были уже ранения, то есть уже там как бы были мнения отдать данное здание как бы под клуб, вот, где бы собиралась молодежь, вот, но еще как бы не было распоряжения, нашли место как бы не было распоряжения, но как бы уже были там какие-то притеснения, и в 1939 году уже как бы было постановление, забрали здание, то есть и передали в текстильную промышленность, здесь был склад текстильной продукции, наверняка не отапливали, вот, нет, но тут печное отопление было, я не знаю, нужно было им топить или нет, но было печное отопление, то есть полуподвальное помещение было, здесь в стенах были дымоходы, то есть ну, как бы отапливалось все это. А в годы войны что? В годы войны здесь как бы Воронеж же не стал городом героев, героя, потому что по некоторым причинам, ну, Воронеж был только занят немцами наполовину, то есть эта часть, на которой мы сейчас находимся, правобережье было занято, а левая часть оставалась, как бы, за Красной Армией, и в годы войны крышу пробила бомба авиационная, но не взорвалась, ну, и как бы тут в округе было много зданий разрушенных, и как бы это тоже здание там немножко потрепанно было, но стенки остались, поэтому уже там после войны первые годы там первый этаж уже более-менее расчистили, и тут уже пытались собираться на тот момент, то есть евреи неожиданно развалины, как бы там собирались. Пойдемте дальше? Да, конечно. Самое интересное помещение синагоги это кухня, это где принимают пищу, где делают кедуш, нам это очень интересно. Здесь у нас кухня кошерная, то есть она готовит естественно на праздники для членов Миньяна на шабаты и также на детский центр дневного пребывания вот тоже как бы готовят. То есть может быть не сильно все рабочее, не сильно может быть красиво, но все рабочее. Стандартная хорошая обстановка. То есть есть детские два холодильника мясной, молочный, здесь для взрослых только мясной, взрослым мы молочное как бы на поседневный шаббат не делаем, только детям. Вот здесь молочный стол, там рыбный, мясной я начну. То есть разделение полностью. А можно мясо отдельно, а молоко и рыбу отдельно? Еще раз. Мясо отдельно, а молоко к рыбе относить в этот раздел? Имеется молоко мы не кушаем естественно и не готовим вместе с мясом и есть временные рамки что зачем следует. Рыба с молоком никак не запрещена. Это Лев Хаймович директор ХЭСОТ организации. Занимаемся мы обеспечением наших стариков жертвы и не жертвы нацизма. Их у нас полторы тысячи. В городе 800 человек а у нас имеется еще филиалы в Тамбове в Липецке в Белгороде Старый Оскол Елет и еще есть поселок Каловы поселок Высокий Павловского района там живут субботники евреи интересное происхождение русские люди приняли иудаизм и вот уже два столетия они исповедуют иудаизм она до сих пор есть и до сих пор там живут а сколько человек сейчас там около двухсот это где-то 200 высоко поселок высокий я про это еще расскажу там вверху в музее расскажу вот и очень интересные люди там там еще есть община еврейская община кладбище настоящая еврейская кладбище а раввин есть раввин нет у староста есть община Елизар Яковлевич вот к сожалению возраст сейчас у него уже такой болезнень страдает он болезнями возрастными такими но соблюдают стараются старики в наше советское время когда заставляли работать всех в субботу они не работали не соблюдали там есть тора и свиток тоже настоящий читают там да у Елизара я его смотрел видел он мне показывал а чем вы помогаете вот в чем состоит помощь заключается у нас помощь значит вот пенсионерам и инвалидам пенсионерам по возрасту инвалидам значит у нас есть программа помощь есть уход на дому таких у нас полторы сотни человек на наши 4 региона материальная поддержка это у нас программа банковская карта интересная очень интересная программа раньше нам деньгами не разрешалось работать и было такое только в натуральном виде после этого посчитали решили что наиболее выгодно дать все таки деньги возможность людям покупать и продукты и лекарственные препараты при этих магазинах всегда есть аптеки а кто по образованию я врач и работали работал я 27 лет служил в армии воин врач да да полковник или майор майор начальник медслужбы гвардии рядовой очень приятно так точно гвардии рядовой очень приятно вот я последние 12 лет я служил здесь в Воронеже до этого на Дальнем Востоке служил служил в Калининской области тверская ныне там я авиационный врач а сюда приехал ракетной части перехватываем там армия есть армия вы знакомы прекрасно со всеми этими обычаями к сожалению там остается продолжает оставаться еще вот это понятие такое как институты служить там ревенционно Льву Хайновича довольно непросто можно в клуб зайти посмотреть пожалуйста проходите то есть здесь они волонтеров собирают то есть здесь праздники праздники какие-то там собираются у нас очень интересное расположение вот мы совместно у нас руководитель программы клуб имеет связь с творческими коллективами города Воронежа у нее как раз очень хорошие наработки это училища школы искусств театры и она с ними договаривается здесь проводят все праздники проходят таким образом мы приглашаем филармонию и филармония показывает всю историю показывает специально для нас готовится репертуар мы приглашаем прямо вот здесь класс ставим вот эти вот столы все это раздвигаем стулья здесь порядка 50-60 человек и мы еще добавляем потому что места не хватает даже 2 миллиона здесь можно собрать по углам синагоги больше приглашали сюда и проводили концерты только приезжало к нам около 50 человек выступающих мы открывали вот эти двери и проходили выступали в молельном зале вектор разрешал нам это делать и мы старались соблюдая всю нашу традицию проводить такие мероприятия здесь переодевались а дальше туда выходили если раньше вылечили тела то сейчас вылечит душа да и надо сказать что с душами это легче гораздо на душе чем тела амель вот когда подходишь к начальнику какому-нибудь и пришел ко мне солдат он говорит что я точно а начальник говорит нет сначала ты иди служи а потом значит будешь лечиться и у нас постоянно вот эти разногласия я пытаюсь его к себе затащить а его пытается строй поставить единственное что у нас здесь хорошо что при всей сложности вот видите может рассказать обстановки здесь в Воронеже к сожалению не стало намного полегче немножко стало меньше чуть-чуть меньше антисемитизма вот мы стараемся людей привлекать вот наши волонтеры к сожалению уже многих сейчас сфотографировали сделая новые фотографии обновления обновления потому что многих не стало уходит и пришли у нас была такая программа называлась дневной центр она на основании на основании санатория профилактория КБХ предприятия война и вот пришли то с лишним человек сразу как мы начали работать так они пришли к нам сюда волонтерами и вот 20 с лишним лет они работают у нас здесь но к сожалению возрасту у всех здесь вы заметите что у нас вот эти каждый шкаф он тематический посвящен праздникам определенным нашим еврейским праздникам раком 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 все это литература журналах вот эти вот альбомы это альбомы фотографий нашей организации за эти 20 с лишним лет каждый альбом можно развернуть и там посмотреть это это видеокур вот у меня вот этот экран большой стоит мы ставим его сюда он видеопроектор показывает видеопроектор у нас свой видеопроектор здесь ставим и прям собибор смотрели здесь да фильм да мы смотрим на большом экране все вот на этом экране он у нас применяется для гостиной при свечах потому что ведущая все тренина сопровождает очень умная женщина она филолог специалист она ушла на пенсию и она посвящает себя вот этому любимому занятию она делает темы интересные темы и муж ее подмастерью он сидит за компьютером и презентации показывает сопровождает ее речь презентациями красивыми слайдами можно личный вопрос сколько вам работаете каждый день ходите на работу и каждый день у вас нет никакой пенсии ничего стараюсь вот поэтому вы так прекрасно выглядите и такая я просто люблю я 23 года работаю в этом клубе я пришла сюда вместе 23 года назад и вот 23 года я работаю в этом клубе я раньше возил обеды я возил обеды когда открылся только этот я на своей машине две машины возил девочкой обеды развозил по городу какие вы молодцы то есть вы собой заменили социальные службы вы выполняете обязанности САБЕСа и вот всех организаций которые с этим связаны и причем вдвойне втройне на таком уровне потрясающе у нас решаем проблему одиночества революционное оборудование у нас есть в соседнем кабинете там что мы можем давать мы видим наши люди ходят обследуют семьи смотрят что необходимо и даем нашим подопечным там ходунки костыли коляски здесь у нас детский лагерь дневного пребывания как тебя зовут Иван привет тебя Марк очень красивое имя вот летний лагерь в таком нет не летний лагерь наверное лагерь дневного пребывания мы первый раз провели в прошлом году летом родителям очень понравилось и у нас это теперь на каникулах практически каждый год но честно говоря на новогодних ну дневних новогодних у нас Absolute новогодние каникулы мы не проводили потому что дети находились с родителями потому что у родителей тоже были каникулы можно сказать мы детей занимаем здесь у нас именно вот этот лагерь проходит для детей 7 13 лет на каникулах то есть мы с ними здесь проводим программу как сказать развлекательно-развивающую то есть мы здесь вот сегодня у нас в этот вот сейчас тема этого лагеря у нас искусство еврейское вообще искусство мы взяли художников сегодня мы что мы все никаких художников смотрели мы сегодня ходили в интересный на частный музей которые называются любопытно то есть мы каждый день с детьми ходим завтра идем в театр пацаны пацаны у них детская комната девчонки иди сюда скажите секретами там деле но где лучше здесь или дома здесь а если бы наоборот днем бы были дома ночью здесь страшно а почему что здесь домовые могут быть здесь кстати вот немножко смотри по постойте с нами чего и сюда здесь потусуемся после реконструкции окна оставались немножко старые они текли вот и в прошлом году мне удалось велюкс же велюкс да да мне удалось как бы поменять окна финские повара достают польские польские вот то есть не удалось как бы собрать опять же финансирование и поменять все окна все это видно я сразу обратил внимание поэтому вот осталось немножко часто откосы подделать и все будет хорошо то есть я специально там как бы не делал откосы дал время чтобы посмотреть не поднимут ли они там как потому что очень сложные там с крыши очленения окна не текут тепло держат все открывающиеся да то есть отсюда вот как раз видок купол до золоченые с магида видом весь дипломы у нас свой ансамбль танцевальный атику называешь это вот здесь все дипломы и есть коллектив который поет хор женщин то есть тоже все дипломы они участвуют и городских в областных фестивалях да и даже международных были мощь после нас здесь очень круто сейчас мы взяли ключ хотим подняться на самый верх выйти на крышу посмотреть как выглядит купол золоченый и с магин давид со звездой давида пойдемте за нами я первый раз на исторической крыши это же крыша с двух летней истории 903 года ну да да ну скоро 200 лет ты представляешь летел самолет бросил бросил а бомбу вот сюда с неба и она попала вот в эту крышу вот сюда пробив пробив ее и не взорвалась если бы она взорвалась конечно нам бы нечего было показать сюда можно дать и да конечно конечно нормально ходить уважаемая рандами вот вы имели ввиду что вот это да да фотография вот репродукция была сделана старая фотография как раз со стороны воды вот сюда вот с этого ракурса это вот то что фотография малейного зала то есть вот такая была люстра вот такой был арон кодыш но и вот мы пытались вот такие вот были ряды то есть это бима как бы вот с этого мы пытались как бы реконструировать то есть вот колонны видите тоже было видно да вот какие они были а это вот как раз самое высокое здание да то есть это вот мы отсюда фотография с обратной стороны этот вот в каком состоянии да 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 то есть вот в таком состоянии мы приняли здесь стенд как раз вот формирование не резко общение в воронежской губернии то есть это вот основные будет количество видно в какое время какое количество было вот 1858 год в воронежской губернии не в воронеже а во всей губернии 279 на это все равно в основном воронеж был то есть как быть я вот острогожская еще там какие-то небольшие но вот там в основном купеческие были там какие-то собственно это дико мало не 400 человек уже здесь вот 4 вы смотрите черта оседлости была принята в 1769 году и как бы здесь компания с 1826 августа 1820 года за да да то есть начали проявляться контонисты только в 27 году и вот как бы там вот к тому году постройки вот вот постройки было 2800 а это у нас кстати оцифровано кладбище на нашем сайте интернете старое еврейское кладбище в центре воронежа как найти вас в интернете какой адрес евреи-врн .ру то есть вот видите да какие могилы от этого года 1830 года кстати вот происхождение поселка высокого это значит сначала было селение вот озерки клепок как гвоздевка и они потом как бы тоже получили разрешение поселиться в ильинке в высоком им как бы разрешили и они туда как бы вышли всей общиной и образовали там колхоз и захочет как колхоз назывался еврейский колхозник еврейский колхозник то есть это в 20 вот там 20 21 год то есть на сегодняшний момент там есть старое кладбище ильинка вся выехала в израиль то есть это каком 18 16 годах то есть она вся практически выехала там по моему один двор остался который сказал что я здесь останусь вот и высоком порядка 250 наверное там силей которые как бы там соблюдают было приобретено вот это здание из нее мы сделали как бы синагогу там у них есть молильный зал кухня кошерная там был раввин и там есть комната для раввина кабинет спальня кухня то есть есть там арон-кода штора а можно ли сказать что это современные гиры они не любят сказать можно но они не любят они называются веры но не современные то есть это то есть если это был какой-то геюр это был еще геюр грубо говоря 18-19 веке раньше история не просто обычные это необычные это евреи но необычные вот на сегодняшний момент спасибо оператору в первую очередь некоторые кстати из них не только в воронеже уже уже в других странах мы с ними связывались в уважаемые товарищи телезрители мы сейчас прервемся буквально на 10-15 минут приготовим вкусное блюдо на пейсах а потом продолжим наше общение мы в кулинарном клубе свои в воронеже практически в самом центре и мы сейчас всемирно известным кулинаром лиза фрайман будем готовить блюдо на пейсах буквально через два дня будет пейсах и это будет самое самое вкуснятина но она еще и блогер она еще и автор книги и она лично с послом своими руками готовила на день израиля два очень-очень шикарных блюда и лиза фрайман уделила нам время по нашей большой просьбе и собственно говоря щас мы с ней приготовим его пойдем лучше 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 а такая студия очень красиво сейчас коренная воронежка воронежка коренная жительница воронежа лиза фрайман кулинар кошерный израильский кулинар приготовит нам коррекасы коррекасы бурекасы из мацы а лиза что мы будем делать какие ингредиенты нам для этого понадобится все секреты сразу открыла интригу хранится будто вы мне из москвы привезли специально в воронеж вот так да но на самом деле ладно я сама расскажу все конечно меня знают как москвичку а на самом деле я правда родилась в воронеже мы совершенно случайно совпали ваши съемки с моим приездом в воронеж и мы не могли не воспользоваться этой ситуации чтобы приготовить коррекасы сделать бурекасы из мацы что нам понадобится что нам может понадобиться конечно понадобится маца первым делом потому что пейсов всего семь дней семь дней 8 12 но я хочу сказать что маца конечно это прекрасный продукт мы ее едим на пейсах но в какой-то момент мы уже не знаем куда ее еще можно запихнуть чтобы продолжить ее есть и поэтому каждый год израильские шефы изобретают что-нибудь новое а мы воруем как художники поэтому мы подсмотрели и приготовим сами бурекасы из мацы мацу все видели сейчас мы ее немножечко замочим сделаем ее мокрой влажной чтобы можно было ее как-то замешать того всегда но главное чтобы она у нас не размокла совсем все время деньги и маца что еще как ингредиенты а ну собственно мы с вами делаем даже не бурекас такой сабих сабих это все что содержит баклажан жареный поэтому жареный баклажан диетический продукт мы его запекли жареный баклажан фита желтый сыр битса каша вареное яйцо свежее яйцо чтобы смазать сверху наши бурекасы зелень для тех кто хочет и внимание кто из нее на пейсах употребляет тому кунжут кто не употребляет делаем без кунжут то все действия экшен помогать мне будете конечно честь яйца а тебе сыр там потереть давай конечно тебе потереть сыр вот значит терочка на крупную терочку вот сюда вот сюда да но знаешь что не целый не целый с еврейским подходом все должно быть давай начнем с небольшого кусочка да я нарежу баклажан вот я конечно открою на трояль в кустах дома баклажан тоже запекли но почему бы не нарезать еще один дабы я что-то делала пока ваш говорящий попугайчик разговаривает напоминаю что мы солим баклажан друзья мои для того чтобы из него какую-то горечь убрать никакой горечи там нет мы солим его чтобы от него оттянуть эту воду которая и мешает баклажану остаться диетическим продуктом в лице девочек п.п. они его боятся жарить потому что он у них впитывает влагу впитывать масло на самом деле просто неправильно готовят а мы будем готовить правильно кстати говоря можно маленькие кусочки прикладывать на глазам и дмашку делать масушек здесь есть твой муж муж а может можешь его позвать мы хотим все познакомиться но просто поздороваться обязательно обязательно как только прямо сейчас они не дают сейчас позвать он застеснялся до ушел дышать свежим воздухом на его обязательно позовем как только так сразу скажи пожалуйста вы часто входят ходите в вашу синагогу на самом деле точно интересная история потому что синагога она практически напротив моего дома где я выросла снова вы находит в самом центре города за обкомом партии перед обкомом партии стоит памятник ленину а перед памятником ленина мой дом которым я жила выросла и все такое синагоги вам нам уже рассказали там был склад очень много без сильных изделий и магазина да она была закрыта мы знали что это синагога потому что мы были еврейской семьей полностью нас били и по лицу и по паспорту потому что со всех сторон у нас евреи были я была наверно единственная еврейка на параллель в школе на меня все показывали пальцем ну так было до воронеж раньше был такой серьезно но я считаю что да я считаю что то может со мной кто-то поспорит у кого-то было там более счастливое детство но я хочу сказать что когда я упал в другую школу и там концентрация евреев на параллели уже было выше а там уже мы себя чувствуем комфортом так сказать вот это прекрасно получается чистка гид лиза вы на шаббат дома с супругом или в синагоге мы дома мы дома она к сожалению далеко но у нас дети мы себя заменили детьми у нас здесь ходят в еврейский лагерь мы привозим воскресенье на воскресный шаббат он как назвать на воскресное мероприятие вот и поэтому до детей много мы знаешь какое дело я из воронежа уехала в израиль девяносто четвертом году далеком и тогда только начали реставрировать нашу синагогу они сначала офис себе построили потом начали ставлю синагогу поэтому я ее застала уже вот вернувшись из израиль из франции в каком году я вернулась в россию в каком году ты переехала из израиля во францию из израиль во францию в 2003 и сколько жила во франции ну вот сколько семь с половиной лет а посижу домой дорогой божечки сейчас у тебя накормишь такой же дни не ел всех накормим а все друзья на самом деле давайте сейчас объясним что происходит натерт сыр нарезан баклажан я сейчас метнуть своему роялю в кустах покажу вам баклажан уже запеченный мы его смазываем маслом поиску аккуратно со специями да вы знаете что наверное 80 процентов принципе запрещено если мы тем более не в израиле тем более написано кашар лопейсах поэтому пожалуйста аккуратно смотрите что было написано все таки кашар на крысах и тогда используйте все что вы хотите любые продукты любые продукты любые продукты обязательно кашар лопейса да конечно конечно вот поэтому значит вперед у нас с вами до я наверно не сказала у нас не блюдо для cedro обратите внимание это не блюдо для cedro это блюдо для ваших завтраков в неделю пейс это все что можно есть вы можете употреблять главное чтобы была мацар все я пошла к рояле а для чего нам фета для нашей вкусной начинки добурет как же мы сейчас поломаем и смешаем смешаем до я сейчас замачиваю мацун в такое в мокрое во влажное полотенце для того чтобы она стала нас пластичные чтобы мы могли ее свернуть потому что иначе она же у нас сухая сейчас в израиле целая индустрия работает на пояс вообще на все праздники да если до этого был если до этого самый большой праздник был шивот и к нему все готовились это была огромная индустрия и наше молочное ну во всегда грандиозное мероприятие устраивала то сейчас не отстает и производство теста потому сейчас уже придумано тесто к шерле пейсах и слоеные какой хотите и честно говоря я почему-то поймала себя на мысли что баба яга против но я считаю что вот есть мацар вот мы должны есть мацар давайте на этом остановимся потому что в конце концов пейсах не длится месяц-два он длится всего лишь конечное количество дней и вполне можно в принципе ограничиться мацар как мучным изделием и совершенно необязательно придумывать сейчас меня наверное израильская просто забанят в черный список внесут вот но если вдруг вы не знали то в израиле уже есть тесто к шерле пейсах и уже не нужно делать столько тел движения сколько делаем и сейчас замачивая вот эти листочки так что пользуйтесь благами цивилизации теперь мы замочили мацар теперь мацар замочили чтобы она стала влажная гибкая прозрачная сыр натерт яйца почищены сейчас мы сделаем небольшой такой как бы для украшения микро салатик покрошим в питу соединим сыром и собственно уже начнем формовать формировать в сознании людей и формовать наш бурекас и запихивать его в духовку так что вот давай я прошу да давай я уже не будем все пачкаться в ней в этой самой фите а ты говоришь фета или фита ой слушай а я даже не знаю как я говорю наверное я говорю хороший вопрос мы потом пересмотрим фита это зависит еще от того думаю я в этот момент на иврите на французском или на русском как в израиле называется этот сыр вообще израильтяне любят мягкий сыр любят мягкий сыр израильтяне есть тоже много видов также называется фита собственно это греческое название если я не ошибаюсь поправьте меня чем хорош мягкий рассольный сыр там нет сочужного фермента и для того чтобы приготовить этот сыр вполне достаточно обойтись молочнокислыми бактериями и микроорганизмами которые делают как раз из молока сыр и собственно говоря створаживают вот этот мягкий сыр в россии тоже появились кошерные сыры и как бы расширил ассортимент когда я вернулась 12 лет назад из франции как известно во франции очень много кошерных продуктов и практически вся основная линейка сыров представлена в варианте кошер конечно здесь москве было очень сложно когда я начинала писать рецепты для нашего сайта медс когда я начинал проводить первые мастер-классы это было конечно очень тяжело мне все писали ли у нас нет этих продуктов тоже нам делать когда ты приехала москву с чего ты начинал ты приехал с чемоданом туда вот расскажи какой ты вернулась в москву из франции я вернулась и вообще какого рожна ты вернулась но на самом деле это такая немножко печальная история не в рамках этой передачи я во франции работала в нашей компании ляль и соответственно продолжала оставаться израильтянкой а как известно если вы рейтянин работает за границей то есть определенный срок который он может там находиться вот по сути я ушли на пенсию да я и так это было там на два года больше чем положено изначально вот и в какой-то момент этот контракт не закончился и нужно было вернуться в израиль я ты пробыла там 12 лет я пробыла во франции семь с половиной лет да я вернулась в израиль и в этот момент мне поступило предложение работе в москве создали такое агентство туристическое для евреев а во франции очень разница оттуда пошла эта история с кошерными турами кошерные туристические туры хотели сделать в москве по примеру франции но к сожалению в россии это не зашло потому что потому что потому потому что да потому что ну во первых это очень дорого для тех наверно кого было возможно заплатить и не нужно было так строго соблюдать все те правила которые приписывали тут нужно еще понять что община франции это конечно в основном все фарды и кашрут немножко отличается от кашрута ашкиназим вот поэтому еще тоже это был такой момент но в общем неважно это не относится к нашим бурекистам я вернулась в россии примерно пропорция желтого сыра вот на глаз ну один путь и хозяйка и хозяйку стал нет у нас сейчас спасибо у нас сейчас наверное примерно наверно примерно один к одному велик и могуч мы русский язык кстати когда мы вели мастер-класс с господином послом буквально на днях я очень боялась что я перейду на иврит и не вернусь в русский потому что это действительно это не кокетство а это такая вот моя натура балмошная когда язык проклятый борется за независимость от мозгов говорил жванецкий я действительно перехожу на еврей когда я нахожусь среди израильтян скажешь ой ну короче друзья страшный акцент хочу не хочу позорить со своим французским могу только сказать одно что когда я приезжала во францию я думаю что все уже забыла но опять но не забыла не забыла как на велосипеде кататься и слава богу помнила когда уже находилась там среди моя коллега прекрасная моя прекрасная коллега седом давайте передадим привет как его зовут я передаю тебе привет на русском языке она француженка которая говорит на иврите мы всегда скрывала всегда скрывалась она понимает иврит 6 часов только не 6 дней да и короче вот и она всегда верну я не понимаю так что дальше мы делаем и замечали два вида сыра и мы перемешали сыр все давайте добавим еще немножко желтенького дальше вы можете сюда добавить зелень хотите зелень да хотим андрей хотите зелень режьте андрей давай вот давайте вот у нас тут есть укропчик почему бы и да и дружка а вот у нас есть петрушечка тоже почему бы и да и конечно 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 ножичек вот и сейчас андрей нам покажет класс он не подошла ну что ты прям сразу его все он умеет он тебя просто боюсь вообще на самом деле ничего страшного нет если вы не умеете жонглировать ножом как шеф-повара вообще не комплексуйте я не умею ну тем более мы же девочки у нас тут кольца маникюр и все дела поэтому просто режете как бог на душу положит а потом лайфхак но это когда мы режем зелень или чеснок например дача я покажу сейчас вот молодец вот вы его порезали кого-нибудь зелень доставить ножичек и вот так вот дрын дын 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 чеснок и зелень вот так прекрасно нарезаются орехи там все что вам нужно мелко порезать порубить вот когда мы рубим то можно вот так вот рубить и совершенно не обязательно шефскими движениями ничего кстати говоря также можно рубить мясо фарш для люля да конечно 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 так все отправляем сюда вот на самом деле я хочу сказать что у нас всегда пойдет вовнутрь баклажанчик жареный и не увлекайтесь пожалуйста зеленью иначе это забьет вкус баклажана потому что я знаю что многие особенно вот восточной общины загорские грузинские очень любят кинзу очень любят много специй друзья все прекрасно я очень уважаю ваш вкус но в каждом блюде должен быть баланс не нужно кинзой и зеленью забивать все забивать вот попробуйте так чтобы вкус был у вас более мягкий это тоже хорошо так смешали хочу мне не говорить улыбайся в камеру это серьезно ты хороша улыбайся хорошо я просто комплимент хотел нарвать просто прям при мужа мне не очень не очень удобно там нам даст помочь потом нет не сразу кстати муж очень меня уважает что я делаю ценит darling расскажет меня ценишь вот и абсолютно гордиться вот я эзра очень приятно у вас очаровательная жена вам очень повезло лиза ну и тебе сможет а дарлинг это дорогой да да и а это какой-то вообще даже не знаю это понятно что это на наш кино здесь и наверное это пошло со свадьбы тогда ты не пел о дарлинг лизбили в общем все ну все мы можем его отпускать спасибо большое да мы тут мы тут занимаемся давай все просто хотели показать что никого не побьешь спасибо спасибо все друзья время пришло достать нашу рояль который изображает у себя баклажаны и начать давайте лепить на все вот наши запеченные баклажаны опять же если жарите если выбирать между жарить и запекать вкусово лучше жарить конечно в плане полезности вы знаете я не могу сказать что это полезнее но это абсолютно меняет его текстуру меняет вкус поэтому выбирайте как вам нравится жареный баклажан конечно рулит он более ореховые он такой классный мягкий не до убираем спасибо пока убираем вот все значит давайте нашу красоту которую мы попытались навести с длинным сторонам она нам сейчас нужна и перейдем к нашей маце подмоченная репутация и марта слегка подмоченная выкладываем нашу начиночку как бы мы выкладывали ее на буретус выкладываем начиночку выкладываем баклажанчик и можно яйцо разрезать и положить внутрь сразу а можно подать отдельно это зависит от количества начинки от количества мацы которые вы положили я думаю что мы сейчас не будем здесь экспериментировать и подадим лицо на подачи чуть-чуть спрячем наш баклажанчик и аккуратненько аккуратненько по мере возможностей аккуратненько это все дело сложим а можем накрыть вторым листом сделать такой буретус я хочу обратить ваше внимание что готовим их прямом эфире никаких у нас нет рояли в кустах кроме баклажанов которые мы пожарили и поэтому я вообще за честность я считаю что должна быть честно как считаете во всем и всегда честность должна быть потому что потом не говорили о вот у нее вот так было а у нас ничего не получилось вот смотрите вот так вот мы собираем наш буретус из мацы это конечно не так эстетично как я предполагала как я репетировала дома но на вкус это еще один да влияет еще один еще один так давай аккуратненько достану давай нас уже там их томат зовет это снизу это снизу а вот эту версию сверху будем собирать да у нас можно ручку открыть до открыть дверцу выкладываем нашу начиночку подожди подождите дальше закрывать вообще маца дефицит я хочу сказать что маца была дефицитом в моем детстве я даже об этом пишу в своей книжке историю про мацу я помню что в воронеж привозили на каждую семью буквально по два листика мацы и моя прабабушка делала кнезерах до супа сейчас тоже маца в дефиците воронежа до сих пор пожалуйста снабдите воронеж мацой очень вас прошу маца должна быть дома всегда вне зависимости от того конечно друзья но вы понимаете мы то с вами живем в москве мы же с вами москвичи и у нас доступ к маце и вообще к любым кошерным продуктам конечно же проще чем в любом другом городе все-таки москва питер как-то обеспечили себя кошерными продуктами а нам вот здесь в провинции пока еще тяжело разбиваем яйцо и смазываем как обычно всегда перед выпечкой смазываем тесто лицом и так берем кисточку и вперед вы можете смазать яйцом просто сверху можно подмазать вот здесь было бы края но я уверена что уже никуда не денется нашим отца мы сделали огромный такой пирог собственно прям порция такая хорошая порция на человека на утро что скажете я думаю что можно было даже желточки смазать лучше карм просто желток да белок тоже дает нам ну вот это если на 1 то что это хорошо отличный завтрак отличный завтрак мне кажется вообще часть лимончик сахара что-то новое это пополам можно запас можно пополам можно поделиться но как говорят завтрак ешь сам обед раздели с другом ужин тоже сам съешь нечего тут раздавать всем подряд ничего тут нечего тут здесь вам не тут там вам все друзья мы посыпаем кунжутом один посыпем кунжутом для тех кто ест кикнеет второй не будем посыпать кунжутом для тех кто не употребляет чтобы было всем поровну хотя по закону конечно нельзя это делать на одном противне но мы сейчас еще снимаем нашу передачу до фейсов да но в эфир пойдет она в самый пейсов пойдет в пейсов тогда надо как-то выйти из этого положения и что как мы будем из него выходить поставим в духовку вот как выглядит просто поставим в духовку не будем сыпать кунжутом обязательно посыпем обязательно посыпем все равно второй не посыпем хорошо да друзья значит давайте еще раз вы понимаете да что у нас это кино поэтому мы сейчас один сыпем кунжутом 2 не сыпем но дома вы так не делайте на одном противне потому как нельзя одновременно употреблять и не употреблять мудрена мудрена делаем для красоты все отправляем в духовку примерно минут на 20 время пошло время пошло и подождем до 15 10 минут до лучше не дожарить чтобы они были красивенькие да хорошо отдыхаем чуть-чуть я прям посижу лиза я знаю что твоя книга шалом еда продается в москве во всех книжных магазинах я даже кстати говоря ее видел в ларьке союз печати который который от метро парк культуры по дороге синагог среди своих я постоянно смотрел и загородился но я хочу сказать что она продается и в израиле между прочим и в европе она тоже продается в барселоне есть огромный русский магазин который рассылает во всей европе книжки этот рецепт есть в этого рецепта к сожалению там нет потому что это такой фастфуд пасхальный а здесь конечно же классе кашкиновской кухни это бульон снегдала покажи это это блюдо на пейсах да 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 здесь нет специального раздела для пейсаха потому что книжка смотрите это базовые блюда еврейской и израильской кухни поэтому здесь все хиты все хиты но я открою большой секрет нет не буду открывать секрет но открою давай тема до еще одного репортажа ну открою ну хотя бы меня я готовлю я готовлю праздничную готовлю праздничную книжку вот вот у нас конечно же куриный бульон снегдала фазмацы конечно же он здесь есть база баз сначала начал я сама очень люблю я помню это блюдо мы готовим его дома прабабушка готовила из тех самых двух листиков мацы конечно же гефильте фиш и еще я уже рассказала не помню когда о том что здесь есть рецепт фальшивый гефильте фиш которая делается не из фиша а из курицы как звали прабабушку прабабушку звали мария абранна такое классическое сочетание русского имени и еврейского отчества прабабушка мария абранна так коллеги что мы пропустили мы ничего не пропустили друзья на самом деле смотрите я вам сделала два варианта подачи просто ресторанная подача на дому берете досточку у кого какая есть кошерный пейсов разумеется посуда вот и подаете наш бурекас как подает обычный классический бурекас во всех израильских как это сказать кафешках вот да давайте смотрите какие бабушкины тарелки есть классные классные бабушки на тарелке все можно разрезать можно прямо вот так у него грызаться яичко салатик давай 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 еще вилку тебе да что ты руками 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 давайте нарушим красоту хрустит хрустит я надеюсь что сыр успела схватиться потому что смотрите друзья мы готовим кулинарные студии нас конвектомат он жутко быстро все готовит а в домашней духовке конечно у вас будет температура пониже возможности поменьше но для этого бурекаса даже это лучший вариант а можно это еще напополам еще напополам а мне вот чуть-чуть кусочек вот это хорошо это наша сложно сочиненный кучерявый бурекаса мне нравится мне нравится из-за того что тесто как будто слоеное получалось да 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 а еще напополам а кстати я хочу сказать что тот самый знаменитый наполеон из матцы всегда жили вместе все всегда жили вместе поэтому очень многие друзья не евреи вспоминают наших еврейских бабушек ой а ваша бабушка нас угощала наполеоном из матцы мы помним так что наполеон из матцы это тоже такое знаменитая так сказать еврейское блюдо можно кусочек а тебе тоже пополам или ты целиком такие при мужике у меня здесь на диете все у нас большая съемочная муж твой владелец кулинарной студии наши много мужик конечно 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 все ну что я пробую давайте венчик обязательно не забудьте прикуску бойцы а соль у нас соленый сыр здесь есть но можно нет конечно можно солью баруха дауданай лагену мелоху алам шакольный ябе дворой ведь не скажешь не скажешь соврут же не скажут же что что-то не так ну это какая-то фантастика два сыра как они между собой как они между собой пересеклись это очень вкусно это очень вкусно по моему сейчас оператор просто сделает стоп стоп мотор да и нас всех возненавидит потому что скажу что это за безобразие такое сочетание сыра двух видов сыра в начинке зелень она их немножко поженила и баклажаны но это это просто вверх какого-то кулинарного безумия на самом деле дорогие друзья я хочу сказать что я конечно же не шеф-повар вы все кто меня знает об этом знают вот и я такая же домохозяйка как и вы руки у меня золотые ноги левые поэтому я хочу чтобы вы понимали не смотреть на картинке смотрите на натуральный продукт как он есть не от фотошопленной и знаете что это не страшно славный это тоже принесли наши как бы прихожане то есть у кого что было вот еврейская одежда это просто как бы принесли кстати здесь вот это герои советского союза которые вывелись в воронеже это еврей каплан воронежский кривошеев крейзер ну крейзер это вообще это легенда крей крейзер даже не по отношению еврейской диаспоре или кривейской жизни но это просто человек легенда в принципе здесь у нас уголок маршака маршак же тоже воронеже да он родился воронеже первый памятник маршаков у нас поставили и единственный в москве сейчас собираются до поставили был внук внуковый племянник внук вот как раз внук и нам вот эту выставку организовал то есть он нам привозил книжки для детей у нас проходят фестиваль и он когда может по состоянию здоровья приходит маршака вот здесь значит у нас лица как бы выдающиеся россии которые имеют отношения в воронеже кто-то здесь служил кто-то здесь работал в основном это люди искусства броневой театр у нас тут служил в свое время вот люди искусство руководителя предприятий то есть медицинские работники профессора то есть вот как бы там ректоры завкафедра наш вот люди у нас как бы завод заводы и военные направленности там по тем временам были сейчас есть тоже руководители всяких не все большие наши люди которые сделали город и страну наши газеты вот здесь два кадра братьев это новогодняя по сути ну да вот и после скоро выйдет новый выпуск дерма разбилась да кстати мы участвуем 26 яра то есть мы возлагаем всегда венок на в центре воронежа на площади победы то есть всегда участвуем я член еще вот за состоится как раз заседание член национальной палаты при губернаторе то есть у нас порядка 30 детей по моему воронеже представлены многие не представлены именно вот национальной палате у нас есть межконституциональный областной совет здесь есть даже детский садик это центральная вот их не игровая комнаты где они тут обедают здесь у нас раздача то есть это с кухни подымают здесь раздача вот там санблок детские умывальники туалеты очень мило можете посмотреть маленькие раковины для пупсиков для маленьких раковин к сожалению у нас только 14 спальных мест но многие как бы хотят к нам попасть и даже согласны не спать стоя просто некоторые дети не спят то есть у нас вот такие раскладные выдвижные спальные места здесь вот они спят то что касается миклы миклы исторические в здании не было она находилась в соседнем здании небольшом вот и когда была реконструкция была возникла такая мысль что в никлу попробовать строить сюда очень сложно было это воплотить то есть сделать по всем устражающим нормам одним ливом бетонную чашу из четырех хим костей уже в здании которые там исторически сложившимся но никто не верил что это получится вот и значит мы нашли спонсоров в америке община нью-йорка нам помогла строительство миклы там у них была пара у которых долго не было детей есть такое поверье если принять участие в строительстве миклы построить миклы то всевышний даст потомство и эта пара в нью-йорке собрала своих друзей и беломышленников они собрали некую сумму был родин из израиля который проектирует нику и он запроектировал нам это нику и следил за ходом строительства и у нас получилось сделать кошерную миклу одним ливом то есть никто не верил получилось и а после открытия миклы через месяц она забеременела правда если это еще раз переварить а семья у которой нет детей которым всевышний худой не дал еще детей они участвуют в строительстве миклы построили обязательно даст всеми что и вот строительство этой миклы пример вот этого божественного проведения этого ажгаха братья и они не остановились на нашу нику и они еще я знаю в россии построили несколько ников и за границей тоже по поводу детей не знаю как бы были у них еще дети после этого ребенка я не в курсе к сожалению а с какого года вы здесь я же говорю мы с супруга пришли сюда девяносто восьмом году то есть сначала просто как прихожане я ходил как прихожане на супруга здесь руководила там имейным клубом а как бы потом я в правление вошел когда вот реконструкция была в четырнадцатом году там примерно в четырнадцатом я уже стал представителем получается это дело всей вашей жизни а сколько времени сколько времени а гавайи занимает свою должность мало да мало семён захарыч стал габаем когда наш предыдущий габай лих матвеевич ушел и жизни он как раз во время пандемии вот ушел правда конец да вот и тогда на смену стал захарыч а так участвовал как раз тоже была очень непростая вещь реконструкция могла начаться только после того как здание передали в собственность общины если бы она не была в собственности но никто бы вы понимаете денег дал то есть сначала как бы община просила передать ее в пользование и далее в пользование 50 лет как-то давали а потом было постановление на передачу общение но решение не выдавали до последнего было как бы уже возможно готовилось решение отдать кому-то еще но то есть всеми правдами и правдами вот лев матвеевич наш габай как бы в этом участвовал он ходил обивал пороги выпрашивал эту бумагу когда он пришел все сказали все начинаем тогда уже что-то делать реконструкцию ну как бы тогда уже можно было делать что-то посерьезно когда у вас будет раввин и кто будет вашем районе ну это сложно сказать то есть раввина это же должность такая что она как бы мы должны понравиться кому-то раввину который здесь захочет работать нам он должен как-то подойти а правда что мы как бы по присматривались друг другу пока как бы решение не принято есть очень много но там как бы он очень хороший человек я прекрасно знаю я давно заочно и там ничего больше 12 лет то есть как бы я в курсе его большого пути что там как бы в москве 12 лет проработал он вы не представляете какое большое количество добычи он сделал я знаю сколько скольким он помог и сколько сколько судеб он спас и решил я знаю знаю очень прекрасно поэтому когда мне как бы сказали что есть такая вероятность я очень сильно как бы приободрился что община если все сложится приобретет такого как бы раввина который как бы очень достойно и предыдущий раввина виктор носиков у нас здесь двенадцать с половиной лет как бы проработал то есть мы его тоже сильно очень полюбили привязались то есть он тоже хорошо очень отзывался кстати раф маневич говорил что когда он из москвы первый раз ехал в воронеж он даже алифдора носику какие-то напутственные слова сказал это у меня сейчас сказал когда к нам приезжал в гости но не сказал содержание слов видать они были какие-то очень секретные очень символично что мы прощаемся с вами в микре это самое одно из самых знаковых святых мест в общине а я хочу сказать я понял я начал с этого и этим закончил что все вся жизнь жизнь общины жизнь этой общины состоит из мелочи из деталей как они четко подобраны теперь я понял благодаря чему и благодаря кому благодаря вам и вы и предыдущих руководителей спасибо вам огромное вот есть же тоже такое что микро вообще как бы там в общины это самое главное что должно быть даже есть заповедь такая штору продаем у меня кукупасты Субтитры сделал DimaTorzok День рождения этого еврея В Аргентине отмечают как национальный праздник День изобретателя Что же изобрел иммигрант из Венгрии Бежавший со своей родины в Аргентину Во время Второй мировой войны Он изобрел шариковую ручку Ласло Бира Так звали этого изобретателя Родился в еврейской семье в Будапеште 29 сентября 1899 года После окончания школы Он поступил на медицинский факультет университета Но, не доучившись, стал работать сначала в нефтяной компании Потом на автозаводе Он даже пробовал себя на эстраде В качестве гипнотизера В конце концов, Ласло Бира Оказался в редакции газеты И стал одним из лучших репортеров страны Работая в редакции, Бира заметил Что типографская краска Используемая в газетной печати Сохнет быстрее и не оставляет клякс Поэтому он попытался использовать ее Как чернила в перьевой ручке Но его попытка провалилась, так как краска не вытекала на наконечник фидер Из-за густоты Работая со своим братом Дьордем Который был химиком Ласло изобрел новый тип ручки и наполнителя Он разработал новый наконечник с шариком Который при движении ручки по поверхности Вращался и переносил чернила на лист Этот механизм был запатентован в 1938 году Но бегство от нацистов фактически похоронило этот патент в Европе Оказавшись в Аргентине Биро в 1943 еще раз защитил свое изобретение На этот раз аргентинским патентом Первые шариковые ручки, названные в Аргентине как Биромы в честь изобретателя Были выпущены в 1945 Вскоре Ласло Биро продал свою лицензию французскому предпринимателю по имени Марсель Биш Тот усовершенствовал и упростил конструкцию Получив самую дешевую в производстве модель шариковой ручки Основанная Бишем компания Биш начала массовое производство Уже к середине 60-х годов, производя более миллиарда ручек в год Эта компания до сих пор является мировым лидером в производстве и сбытии этих пишущих приборов Однако в Аргентине и теперь считают своего земляка главным и единственным отцом шариковой ручки Аргентина стала его домом Ласло Биро прожил в этой стране всю свою жизнь и умер в Буэнос-Айресе 24 октября 1985 года В возрасте 86 лет А ручки все пишут и пишут, пока не заканчиваются стержни с пастой Я чуть не забыл о своем обещании рассказать вам про еврейские первоапрельские приколы Конечно, таких розыгрышей много и все в программу не вместятся, но об одном я вам расскажу Он, как и шариковая ручка, тоже имеет отношение к газетам Эти эпизоды когда-то собрал ветеран израильской русскоязычной прессы, известный журналист Лев Авинайс Из его давней публикации в еврейском журнале «Алев» взят и этот смешной пример Итак, 1 апреля СМИ 1 апреля в конце 20 века в одной из израильских русскоязычных газет появилось исследование, делавшее однозначный вывод Премьер-министр Ариэль Шарон – троюродный брат вождя Кубинской революции Фиделя Кастро Нагромождение абсурдных доказательств родства сына выходцев из Тбилиси и Могилева Арика Шейнермана и сына крупного кубинского землевладельца Кастро и его жены-крестьянки, однако, не смутило прессу на иврите Не заметив даты публикации о неожиданных кузенах, израильские газеты стали одна за другой перепечатывать из русскоязычного источника первоапрельскую утку, приняв его за чистую монету И пошла гулять байка о том, что вторая часть фамилии Фиделя Кастро, взятая в память о матери Лине Рус Гонсалес, выдает его российские корни и братство с предками Ариэля Шарона В публикации также серьезно повторялась версия, что предки Кастро происходят от насильственно крещенных испанских евреев, маранов Первоапрельский розыгрыш удался и зажил своей жизнью, почти никак не связанной с действительностью Вот что значит не знать поговорку «Первый апрель никому не верь» Вот на этой веселой ноте мы и прощаемся с вами, наши дорогие зрители, сегодня 1 апреля Наша программа уходит на праздничные каникулы, увидимся с вами совсем скоро после праздника Песох А пока примите наши самые сердечные поздравления с наступающим еврейским праздником весны и свободы Хак Песох Самех Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте про комментарии, нам дорого ваше внимание сегодня, как и всегда Что ж, это была наша еженедельная итоговая программа «Обчина» Я Владимир Архирейский, всего вам самого качественного!